Что я вас сегодня пригласила? Сегодня у нас с вами будет заняться по тембру софишу. Что это такое? Как это? Суть в чем? Мы будем обращать внимание не только на звуковысотность, то есть на мелодию, не только на ритм, но на те факторы, которые влияют на звучание, на общее. То есть будем обращать внимание на тембр инструментальный, на фактуру, на артикуляцию, то есть штрихи, способы звучания, которые мы используем, на динамику, на все эти компоненты музыкальные. Вот для примера вам, с чего мы начинаем. Может быть вам хорошо знакома тема? Какие инструменты играют? Могите? Могите. Проверяем. Задание такое. Здесь будет несколько проведений, что услышать сколько проведений, и у каких инструментов, и в какой динамике. Вот по этим параметрам смотрим. В каком регистре, какая динамика, какой тема, какие инструменты, какая артикуляция, фактура, и примерно жанр, к чему ближе. Понимаете? КОНЕЦ КОНЕЦ Так, и третье? Труба У труп Значит, вот анализируем. Регистр какой был? Ну, я имею в виду. Да, медный, низкий, да? Ну, в любом случае, медный Сначала волдорный или трамбон, и, значит, преимущественно Регистр низкий. Дальше. Динамика. Форт Или даже. Теммы выяснили. Артикуляция, что скажете? Какие штрихи или способы звуководвлечения? Какие способы звуководвлечения? В этой теме франированной, которую я играла, не в маркаде. То есть каждый звук как-то разделялся, игрался тяжело. Фактура. Вот сама эта тема, как она выделена? Фактура. Сравните. Если вы один салют. Как называется? Ублированный маркад. Выделенная мелодия. И жанр ближе к чему? Размер какой там был? Веки опять? Четыре. Ближе к какому маркаду? Машу. Машу, да. Так вот, таких тем, и вы, наверное, вспомните, я вам могу привести достаточно много, да? Как их можно одним словом характеризовать? По характеру какие они? Темы? Ну, такого воинственного характера. В данном случае эта тема как называется? Тема вражды. Тема вражды, да. Тема вражды. Может, вы вспомните, или я вам несколько тем сыграю, да? Похожих вот в этом же самом характере, да? Тема вражды. Да, тема вражды. Тема вражды. Похожих вот именно как его заботы. Гроза. Шах. Шахрян. Тема вражды. Совпадают, да? Вот эти параметры, правда? Совпадают, да. ну еще что можно вспомнить какие инструменты можно предположить даже не слушая какие медные там болтурные вот куванного таких много тем как в таком же духе А вот у Шостаковича 7 симфонии есть тема, которая тоже относится к теме воинственных. Только вот какими средствами она будет решаться, сейчас мы с вами послушаем и проанализируем. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. жанра это тоже марш артикуляция тут совершенно правильно сказали что только ли пицциката там еще что-то привносится такой оттенок звучание нет пицциката там тоже значит значит смотрите что представьте чтобы сочиняли эту тему задача какая создать какой-то звучание очень холодный острый полк какими средствами композитор может добиться вот это звучание способами артикуляции артикуляция такие есть у струнных штрихи которые дают конкурент пицциката совершенно верно еще что стакатор и еще полей коллеги значит эта игра и волосом так значит вот видите какое решение очень креативное очень необычное по сомнению с таким стереотипом, который сложился в романтической музыке в романтической музыке использовался вот этот вот набор для тем злых сил а у Шостаковича такое решение очень нестандартное, очень интересно и очень ярко хотя у Шостаковича есть и темы такие вот это вот первая часть первая часть нашего с вами разговора мы анализировали компоненты музыкального языка которые влияют на характер создаваемой музыке вторая часть нашего разговора параметры на которые вы обращаете внимание написаны здесь речь будет идти о сочетании инструментов значит по каким сейчас мы будем выяснять по каким принципам сочетаются инструменты по каким принципам что лежит в основе ну наверное какие-то объективные и акустические принципы то есть моя просьба вспомнить сейчас какие сочетания вам нравятся ваше любимое сочетание инструментов сочетания тестов какие да значит вы мне сейчас их назовете а потом после того как мы прослушаем несколько примеров мы уже вернемся к вашим сочетаниям и их проанализируем на основе каких принципов то есть складываются эти тесты какое дело ну кто что скажет так скрипка фортепиано мне нравиться скрипка на лучшем фортепиано и флейта фортепиано и флейта так о каких сочетания это нравится а клранат юланчут фортепиано так уже 3 компонентное сочетание ага еще какой тип им Слушаем. Обращаем внимание, как сочетаются инструменты. Может быть контраст или сходство тембровое, контраст или тембр артикуляционный, контраст или тембр регистровый, контраст или тембр динамический. Это все такие параметры акустические. А вот это жанр стилевой, это не акустический, но очень важный параметр, который можно взять на участие. Еще сочетания классифицируются по степени слияния. То есть в сочетаниях может один тембр превалировать. Второй вид. Оба тембра хорошо слышны. Третий. Создается новый тембр. То есть они в результате сочетания, в результате соединения двух тембров образуют какой-то новый результирующий вид. Третий. Вот сейчас мы с вами послушаем и будем обращать внимание нового целоможенности и натура и натура. Так. 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 Ну. А ну. 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 Спасибо. 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 Практически все идут различные. Вот смотрите, струны тоже бывают разными, Williams. А какие струны относятся? Щепково. То есть в партикуляционном отношении ее куда можно отнести, краткозвучно скрипки и афеи в принципе но если циката что что тут было тембровый контраст был нет но был контраст артикуляционный правда регистровый да примерно в одном регистре было да то есть контраста не было динамического не было не было да значит вот данный случай основной контраст очень хорошо сочетается инструменты если они разные почему они друг друга дополняют так что это очень параллельно дополняет по контрасту видите как по закону диалектики да сейчас и 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 Слышал скрипки и кларнеты. В целом какой темор создается? Я обычный. Какие-то вот такие металлические... В каком типу это отнести? Один темор превалирует или оба темора слышны? Оба слышны на самом деле. В пианистом труднее. На самом деле, если прислушаться, то... Просто очень такое необычное сочетание. Это слоневского сочетания темы. Мы слушаем дальше, да? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так что вот это третий дембо. Новый. Который создаются слиянием гобо и кларнеты. Гобо и кларнеты. Играет музыка. Играет музыка. А что это было? Это шингрык для мучения сегурок. Да? А, что это шингрык? Играет музыка. Играет музыка. Оба темпы слышны? Совершенно верно. А теперь вот по принципам. Значит, темпровый контраст есть. Артикуляционный есть, безусловно. Регистрованный. Слейта и в среднем регистре скрипки были. Динамический. В целом-то это не контраст, конечно. Ну, вот об этом сейчас. О Жанна все пока не говорит. Так, ну, еще один. Играет музыка. Слейта и в среднем регистре скрипки. Труба. Стравинский. Из петрушки, да. Так, значит, труба была. Еще? Барабан. Да. Значит, темпровый контраст есть. Есть. Артикуляционный есть. А, конечно. Барабан. Есть. Барабан. А? Потому что барабан, это, конечно, короткозвучная струня. Да? А если вы видите? Да. Вот хорошая плеветка. Да. Тут вот игра такая, жанровая, да? То есть труба, это инструмент, который не ассоциативно связан с каким жанром? Барабан. 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 Да. Иные, да? Какие связи. Значит, котят, рубат тут островить играет. Может, стакада, да? Да. Да. В принципе. Да. Может быть, да. Может быть, они и близкие. Все. Наргистровы. Что нужно? Ну, в смысле, барабана там не надо. Да. Совершенно верно. Барабан. Барабан. Значит, об этом не говорим. Динамический. Ну, нет. 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 Да. 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 Так. Ну, последний, да? А потом ваша. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Ну, такой. Да. Нет. Нет. Еще раз. Нет. Нет. Близко к первому концепту, да? То есть тембровый контраст есть? Артикуляционный? Артикуляционный? Да, конечно, потому что клармет, конечно, должен быть чуть-чуть. Ну, мы можем повыше играть, короткая атака, да, в данном случае. А? Ну, что? Потому что зеркало есть и положительное. Да, и все, контрасты нет. Динамически нет, у меня нет. По-другому. По-другому. Так вот, атака озвученных, долгоозвучных инструментов, да? Всем понятно, да? Неважно обращать внимание, кто с каким штрихатом и с какими способами выключенными, да? Это влияет на практику, да? Теперь, значит, анализируем ваше сочетание. Что было? Арфа и флейт. Арфа и флейт, да. Хорошее сочетание? Да. Хорошее. Да. Долгозвучный. Да? Ну, мы же должны с вами, не только, потому что... Согласен. Да? Согласен. Согласен. Тогда все, по классике, все хорошо, да. Значит, флейт-то долгоозвучный. Арфа? Да. Значит, артикуляционный контраст есть, теноровый есть. Регистровый? Нет. Ну, у арфы, в принципе, да, регистров много, так что может быть и так, и так, да? Динамический. В первую очередь. Да. Вот тут нужно аккуратнее, да, чтобы вот это не прикрывало арфу. А так, в принципе, конечно, у арфы. Альц, квитка и фортепиано. Что скажете? Ну, не хватает низа. Альц, квитка и фортепиано. Альц, квитка и фортепиано. У фортепиано-то и регистрового оркестра. Да. В миниатюре оркестра, совершенно верно. Скрипка, значит, может быть, долгозвучный, может быть, краткозвучный, как фортепиано. То же самое. Да. Так что вот, смотря, какую музыку играть. Так что подходит. Приверсальное такое сочетание, да? Да. Поэтому вот есть такой принцип классификации элементов в в зависимости от жанра, да? То есть по испанницкому составу. По испанницкому составу. Дуэты, триллы, форсеты, да? Плеченки есть однородные, есть неоднородные. В однородном там какой контраст? Не тембровый. А какой? В однородном есть. Продолжение следует...